Саламас Тармахрум, я Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня я проведу два эфира. На данный момент мы обсудим Алмату. Цель прямого эфира в сжатом виде рассказать о проведении митинга в Алматы. Мы в субботу с Жанной Бота выступали в ютюбе и развернутое интервью стоит на моем канале Ухтара Блязов и на информационном канале 16.12. Жанна мне задавала вопросы по поводу предстоящего митинга в Алматы. Я на них отвечал и мы взаимно друг друга дополняли, чтобы у вас была полная ясность, каким образом мы планируем организовать общенародный освободительный протест в Остандах 9-10 июня. В связи с тем, что это выступление достаточно длинное, сегодня я хочу в сжатом виде осветить узкую часть предстоящего митинга в Алматы. Дело в том, что как только мы подробно расскажем подходы по организации митинга в Алматы, следующий эфир будет посвящен Астане, затем мы методично охватим основные крупные города нашей страны. Таким образом, мы ожидаем от наших активистов, от гражданских активистов, чтобы они внесли свой вклад в организацию митинга, понимали какие трудности будут в организации и проведении этого митинга. И чтобы мы сообща, координируя наши совместные действия, могли организовать массовый протест по всей стране 9-10 июня. Итак, сегодня я буду обсуждать Алмату, точнее сейчас, в 21.30 мы будем обсуждать Астану. Итак, по проведению митинга в Алматы 9 июня мы озвучили, выслушав предложение наших сторонников и обозначили время проведения митинга по всей стране в 12.00 по времени Астаны. Ранее мы организовывали митинги по местному времени между западной частью Казахстана и Алматы, Астаны и так далее. Есть разница во времени приблизительно 1 час. И чтобы мы в этот раз не дробили протест по всей стране, мы обозначаем единое время в 12.00 по Алматы. Итак, по Алматы мы определили место проведения Старая площадь, это Аблайхана Тулеби. Мы ожидаем большого количества людей, протест будет массовый, и поэтому старые маршруты по Панфилово, на Жебек-Жолы и так далее мы все сейчас не используем, не применяем, потому что эти улицы достаточно узкие, они не предназначены для проведения массового митинга. И в связи с тем, что это место широко известно, именно Старая площадь, 9 мая оттуда стартовал проект власти, Бессмертный полк, как вы знаете, на этой площади было более 120 тысяч человек. Поэтому мы это место путем массового обсуждения в наших чатах с нашими сторонниками определили, что оно наиболее удобное для организации массового митинга. Итак, место я обозначаю, место Тулеби Аблайхана, это первое. Второе. Мы призываем наших сторонников стягиваться к этому месту со стороны Аблайхана, и понятно, что в этом случае, когда будет большое количество протестующих, полиция не в состоянии помешать стянуться огромным силам именно на эту площадь. Площадь обширная. Для того, чтобы помешать нам проведение этого митинга, полиции придется стянуть гигантские силы. Во всей Алмате всего полиции около 5000 человек, и реально таких активных в состоянии препятствовать такого рода мероприятиям, городская администрация не соберет даже 2000 по всей Алмате. Поэтому, уважаемые алматинцы, исходя из этих всех соображений, мы определили место Аблайхана Тулеби. Итак, место обозначено Аблайхана Тулеби. Теперь мы давайте обсудим, каким образом мы должны тельные действия осуществлять, если власти будут препятствовать попасть на эту площадь. Что мы должны делать? Дело в том, что мы не сомневаемся, что власти будут препятствовать проведению организации этого митинга. Сразу хочу сказать, что мы пользуемся своим конституционным правом организовать митинг. Мы уведомили о власти Казахстана, где мы будем проводить митинг. Вот мэр Алматы должен знать, мы будем митинг проводить на Тулеби Аблайхана, если ему нужно уведомление в соответствии с конституцией нашей страны. Мы не обязаны спрашивать никакое разрешение. По международным договорам, которые подписал Казахстан, тоже не обязаны никаких разрешений получать. И все те, кто беспокоится и считает, что власть вдруг даст разрешение, они могут провести эксперимент. Это уже многие такие действия осуществляли многократно. И власти страны ни в одном городе никогда не давали разрешение. Поэтому, пожалуйста, я обращаюсь к тем, кто считает, что власть каким-то образом все-таки даст разрешение. Пишите заявки и обозначайте это место Тулеби Аблайхана. Мы там 9 и 10 июня будем проводить общенациональный протест Бостонда. Что мы должны делать, если власти будут блокировать? Мы предлагаем стягиваться к этому месту со стороны Аблайхана. Можно сверху, можно снизу от Тулеби. Напротив этой площади находится Детский мир. Там есть свободные места, там есть площадки напротив Детского мира, площадка около Детского мира. Есть места около Дома Союза писателей. Одним словом, мы в полной мере имеем возможность собрать большое количество людей именно на этих площадках. И второй участок, где мы предлагаем сконструироваться, это квадрат улицы Тулеби, Аблайхана, угол. И с обратной стороны параллельная улица, это улица Бевичлык или улица Мира. И на этом участке тоже можно сконструировать многотысячный состав протестующих. Далее, я хотел бы озвучить следующее. Дело в том, что, конечно же, среди протестующих будут разные люди, но мы должны знать одно. Но у нас единые требования. Мы требуем свободных выборов, свободных и честных. Я по этому поводу уже отдельное видео распространял, я сейчас не буду углубляться. И скажу так. Все, кто придут на протест, они думают о будущем нашей страны. О своем будущем. Они не выходят на протесты ради кого-то или за кого-то. Они выходят за себя, за свою страну и за свое будущее. И мы все объединены единой цели. Конечно же, среди протестующих, возможно, будут люди, которые будут предлагать какие-то идеи, идущие в разрез тем задачам и целям, которые мы обозначили. Поэтому, уважаемые друзья, я считаю, что их будет немного, и мы должны проводить согласованные действия. И поэтому все, что будет связано с этим митингом, с этими протестами, мы делаем открыто, заранее готовимся, заранее согласовываем наши взгляды и мнения. Итак, что нам нужно делать и что нам нельзя делать? Наша задача при любых обстоятельствах просочиться на эту площадь, на старую площадь, при любых обстоятельствах. А это реально. Когда количество протестующих будет тысячи и тысячи, никакая сила не сможет удержать какими-то решетками и, безусловно, протестующие просочаться. Но для этого нужен напор определенный, напор большого количества людей. Я обращаюсь к нашим гражданам и предлагаю не опаздывать прийти не позже 12 часов дня, потому что когда протестующих будет большое количество, полиции будет невозможно рассеивать многотысячную толпу. Тем более, что практика показывает, когда собирается большое количество людей, полиция стоит как бы в сторонке, опасаясь именно многотысячной толпы. И площадки перед детским миром, напротив, достаточно, чтобы собралось большое количество людей. Что не нужно делать? Чего нельзя делать? Безусловно, будут люди, которые будут предлагать подниматься вверх и организовывать шествие, куда-то двигаться в другую сторону. Я в этой связи говорю, что в этом не то, что нет необходимости, этого нельзя делать. Потому что наша задача пройти на эту площадь, стоять и добиваться выполнения наших требований. Для этого должна быть большая концентрация протестующих в одном месте. Не должно быть такого, чтобы какая-то часть уйдет вверх или вниз или куда-то вбок. Таким образом, ослабит именно напор протестующих. Наша задача именно собраться на этой старой площади. То есть, ни при каких обстоятельствах нельзя пытаться уйти вверх по Бебешлык, или вниз, или по Аблайхана. Мы еще отдельно будем говорить, какие действия должны осуществлять автомобилисты. Но сейчас я говорю, главное, мы должны концентрироваться. Мы должны собрать основные массы протестующих. И при любых обстоятельствах стоять на старой площади и добиться, чтобы число протестующих было тысячи и тысячи. Далее. Это наша самая главная задача. Наша самая главная задача проникнуть на старую площадь и организовать протест. Протест тысяч. Это наша главная задача. Когда мы это понимаем и мы это принимаем, вы понимаете, что мы не должны никуда идти. Ни вверх, ни вниз, ни вбок. Это главная наша задача. И мы ее сможем достичь, если нас будет много и будет тысяч протестующих. Далее. Что мы делаем? Мы проникаем на эту площадь, собираем тысячи протестующих и озвучиваем наши требования. Эти требования мы уже в видео озвучивали, нарезки я выставил. Отдельно мы тоже еще будем тиражировать в виде рекламы. Далее. Мы стоим. День. Стоим. Ночь. Стоим до тех пор, пока не будут озвучены не просто итоги нелегитимных выборов. Мы стоим, чтобы к этому месту потянулся весь город. Я знаю, что разные политические силы, общественные деятели будут призывать присоединиться на эти акции протеста как 9 июня, так и 10. Это тот самый день, когда наша нация может объединиться. Когда мы можем отодвинуть в сторону разные взгляды на развитие нашей страны и объединиться в главном. Мы знаем, что наши граждане устали от этого режима, и мы все хотим перемен, мы хотим смены режима. Это нас объединить. Поэтому 9 июня, когда на Старой площади соберутся тысячи, и когда мы будем стоять там, включая ночь, к нам подтянутся новые силы со всего города Алматы и его окрестностей. И когда наша численность достигнет 50 тысяч человек, не менее 3% от проживающих в городе Алматы, международная статистика, международный опыт говорит, что именно в этот момент произойдут ключевые перемены в нашей стране. В связи с тем, что мы организовываем митинги по всей стране, будьте уверены, как только мы наберем 3% от всей численности страны, грядут перемены немедленно. И это будет наш общий вклад в перемены. Теперь меня спрашивают, что мы будем делать, когда мы соберем 50 тысяч человек. Когда на площади будет 50 тысяч человек, а это произойдет 9-10 числа, безусловно, мы будем разворачивать наши требования, если власть к нам не прислушается, и мы пойдем в сторону Акимата города Алматы. Практика Армении и других стран показывает, что когда собирается такая масса, то эта масса просто заполняет собой административные здания власти, и власть, по сути дела, существующая на данный момент, она просто исчезнет, и мы выберем новую народную власть. Это то, что мы хотим добиться. Далее, у меня спрашивают, а если нас будет всего лишь 10 тысяч человек? 10 тысяч – это большая цифра. Большая цифра как для Алматы, так и для Астаны. Если нас соберется 10 тысяч, то задача тех, кто стоит на площади, чтобы наша численность резко выросла, чтобы мы добились численности не менее 50 тысяч человек. Для этого нужно обзванивать своих друзей, своих знакомых, своих родственников. И вообще практика показывает, как только собирается такая масса, то она, безусловно, нарастает. И вы знаете, что на 9-10 июня самые разные силы, существующие в нашей стране, различные общественные организации, известные общественные деятели, они уже озвучили призыв бойкотировать эти выборы не просто неучастием, не просто своим непоявлением на избирательном участке, а именно активным бойкотом. Они призвали и призовут еще, чтобы протестующие пришли на площадь 9-10 июня. Я уверяю вас, если на этой площади соберется 10 тысяч человек, то в течение полудня, в течение 5-6 часов, безусловно, нас будут десятки тысяч. То есть, мы стоим ночь, там будут международные наблюдатели, будут международные средства массовой информации, будут, безусловно, международные депутаты, будет серьезная международная поддержка. И поэтому наша задача 9-10 июня добиться тех целей задач, которые мы озвучили. Собственно, это главное, что я хотел сегодня сказать, уважаемые друзья. До встречи в эфире 20.31.30 по Алматы. Слава Богу!